Привет! Давно не виделись, давно я не записывала своих видео, и, наконец-то, я решила вернуться к этому процессу. Меня зовут Татьяна, и на моём канале я рассказываю про те вопросы, которые мне интересны, из разных сфер жизни. Поэтому... поехали! Сегодня тема моего видео — это мои приложения. Мои приложения, которыми я пользуюсь, которые мне удобны, которыми я пользуюсь в Англии. Поэтому сегодня я буду про них рассказывать, делиться своими впечатлениями. Оставляйте свои комментарии, если у вас есть тоже какие-то приложения, которыми вы пользуетесь, которые полезны для вас, вам полезны и удобны. Поэтому... поехали! Я только что записывала видео для своей учёбы на английском, поэтому у меня, конечно, немножко это осталось. Ненавижу записывать видео на английском языке. У меня просто голова думает в 10 тысяч раз больше, чем когда я говорю на русском. Это так утомительно. И потом ещё голова болит после этого. Так, начнём с чего? Я начну с русских приложений, которые у меня есть. Госуслуги. Реально крутое приложение, наконец-то его исправили. Можно оплатить много чего с госуслуг. И вот я сейчас живу за границей, и мне для того, чтобы оплатить какие-то налоги, мне не нужно запариваться, там куда-то заходить, Сбербанк или Сбербанк, иметь эту карту, не иметь. Я просто захожу в госуслуги и всё там делаю. Молодцы ребята IT, которые... Которые занимаются этим вопросом. Так, следующее приложение, которое у меня есть, это защищённая папка. В защищённую папку я туда положила Инстаграм. Для чего я его туда положила? Чтобы меньше сидеть в Инстаграме. Реально помогает. То есть я просто заблокировала эту защищённую папку, и чтобы мне туда войти, мне нужно вводить длинный пароль. И это меня иногда останавливает, чтобы лишний раз заходить в Инстаграм. Поэтому тоже 5 баллов. Что дальше? Следующее приложение, которое у меня есть, которым я пользуюсь, так, сейчас поехали, называется Among Us. Наверное, вы слышали, что это крутая игра, которую сейчас играют все молодые люди в колледжах. Ну вот, по крайней мере, не знаю, все не все, но вот у меня в колледже ребята на моем курсе, они играют в эту игру. И чем она прикольная, то что получается и... С одной стороны, ты сидишь в телефоне, ты играешь в игру, но с другой стороны, ты продолжаешь вот эту социализацию. То есть ты всё равно общаешься со своими одногруппниками. То есть в чём смысл игры? Вот у вас есть корабль. Корабль. Спейсшип. Космический корабль. И у вас, например, там шесть игроков, и один из игроков, он предатель. И задача вот этих пяти игроков найти этого предателя. Но, естественно, никто не знает, кто предатель из вас шести. А задача предателя убить всех игроков до того, как они выполнят задание. И это очень похожая игра на мафию, только единственное, что эта игра, она у вас в телефоне. То есть когда вы общаетесь с другими людьми, там, не знаю, у вас там пати, или, не знаю, там, встретились со своими друзьями, вы в эту игру играете. И, ну, вот реально столько эмоций, адреналина, вы там все типа, нет, ты предатель, нет, ты предатель, нет, ты. Но я в последнее время не играю, потому что каждый раз, когда играла, я там начинала просто какие-то уже, ты, ты предатель, ты. Все меня так смотрели, как будто бы я там. Следующее приложение, которое у меня есть, это Ассес. И Ассес реально очень классное приложение, чтобы покупать такие бренды, как Топшоп, я не уверена, в том, Страдивариус, там тоже есть. Бершка, что-то там, My Little, My Маленькая Леди. Ну, то есть такие вот бренды масс-маркеты. То есть я сейчас живу в маленьком городе, и у меня нет этих больших магазинов, вот конкретно которых я назвала сейчас, их нету в моем городе. И, ну, действительно, там продается такая дешевая, качественная одежда, которую ты покупаешь, она тебе приезжает в течение трех дней. Если тебе не понравилось, или ты там, не знаю, решил просто, решила купить одежду, чтобы там снять видео и потом отправить обратно, то тоже это все возможно, они всегда принимают твои возвраты, все очень быстро, поэтому просто 5 баллов Ассес. Мне порекомендовала, кстати, это приложение, моя подружка здесь. Дальше, следующее предложение, которым я пользуюсь, называется BBC Good Food. Ну, это для тех, кто любит запариваться, готовить. Я люблю, я люблю готовить вкусные рецепты, я люблю готовить разные блюда, и там очень все прикольно, то есть можно отсортировать блюда по времени готовности, какие по ингредиентам, какие у тебя есть, можно выбрать блюда по калорийности, то есть вот реально класс. Ты просто вечером заходишь, так смотришь, так, что я там хочу. И делаешь. Но я обычно делаю от обратного, то есть я смотрю рецепты, а потом заказываю продукты. Единственное, это приложение, оно полностью на английском, то есть для тех, кому это приложение интересно, вам лучше знать английский. Так, далее, на следующей странице, что у меня там есть? На следующей страничке у меня сервис English Life, это приложение от школы английского языка English First. Мне очень понравилась эта школа по формату обучения, то есть это онлайн-школа, там за 100 фунтов ты покупаешь 8 занятий, один на один, ну то есть приватных, и 20 групповых уроков. И за 100 фунтов в месяц это просто, ну тебе вот так за глаза хватит. То есть у меня вот в прошлом месяце, единственное, я этим пользуюсь приложением один месяц, но я буду продолжать. И несмотря на то, что вот за месяц я занималась, ну почти что каждый день, у меня все равно в конце оставалось два неиспользованных вот этих групповых занятия. Ну ты, ну это вообще прикольно, то есть ты общаешься каждый день с разными носителями, ну то есть с людьми из разных стран мира, плюс, что также огромный плюс, то что во время урока все говорят, то есть у учителя есть план, и все, и учитель всех по очереди спрашивает. По сравнению с тем же самым Skyeng, ну вот эта вот школа русская, то есть там разговорные клубы, они вообще ну вот другого уровня, то есть намного ниже, потому что там у преподавателя нету плана, он не спрашивает, ну то есть там спрашивают всех по очереди, но это как-то не знаю, долго очень все происходит, а в English First это все вот реально быстренько, быстро-быстро-быстро. Плюс там каждый день ты можешь проходить вот эти вот онлайн-юниты, ну там вот слова изучать, делать на грамматику упражнения. Я сниму на это видео, какая школа лучше, обязательно сниму. Так, поехали дальше. Что у меня еще есть? Есть приложение, которое называется Fastik. Это приложение, оно про интервальное голодание. Ну сразу скажу, что тем, кому это неинтересно, не надо даже, не думайте. Кому это интересно, тут главное не преусердствовать, потому что я первый раз начинала, когда только начинала использовать это приложение, я думала, ну я же не новичок, я сразу пойду там на 16 часов голодания. И за месяц я скинула 2 или 3 килограмма, но это был такой стресс, то есть ты скидываешь вот это необходимое количество, но все равно ты потом набираешь, потому что ты постоянно голодный, ты постоянно хочешь есть. И я сейчас перешла на другое интервальное голодание, которое 14 часов... 14,8... Нет, 14,10, 24 часа же в сутках. 14,10, то есть вот у меня здесь часов окно, чтобы поесть, и 14 часов у меня это интервальное голодание. И мне вообще вот это класс. Например, если я в 7 часов вечера закончила последний прием пищи, то у меня следующий прием пищи в 9 утра. Ну класс же. И не надо там, знаете, ничего насиловать себя никак. Что еще пользуюсь? У меня здесь есть приложение H&M, потому что в H&M приложение ты можешь войти в клуб, ну оформить мембершип, и потом у тебя будут накапливаться баллы, и эти баллы тебе дают скидку, там 5 фунтов, по-моему. Если ты накопишь 300 баллов, у тебя будет 5 фунтов скидка, что тоже классно. Вот. Ну и также можно заказать доставку на дом. Сейчас в условиях карантина, конечно, самое то. Следующее, что у меня есть, это приложение Neshot. Там я обрабатываю свои видео. У меня там куплена подписка на год. Я обрабатываю там все свои видео, потому что на компьютере меня бесит, что постоянно все виснет, а на телефончике так все быстренько, хоп-хоп-хоп, и вот у тебя все смонтировано. Следующее приложение – мастер-класс. Но это приложение, оно идет в дополнение к курсам. То есть ты покупаешь за 170 фунтов, ты покупаешь на год подписку, и у тебя есть доступ ко всем вот этим вот, ну вот, ко всем разговорам, ну их называют сокс-разговоры, ко всем разговорам селебрити, то есть известных людей, которые рассказывают про свою профессию. То есть они рассказывают про… ну вот про основы. Но мне было интересно про режиссеров и про актеров. Но там также есть про дизайнеров, про готовку, про дизайн дома, про компьютерные всякие штуки тоже, программирование. Поэтому если вы любите онлайн-образование, ну в таком достаточно расслабленном режиме, можно посмотреть, можно послушать, там какие-то, может быть, подчеркнуть какие-то фишки. Но это все на английском, то есть это приложение, оно на английском. Также, кстати, если хотите подтянуть английский, то это приложение самое то, класс, послушайте, и чему-то научиться. Приложение Медуза, которым я пользуюсь. Значит, в Медуза это… Ну, почему я пользуюсь этим приложением? У них есть подкасты, и их очень прикольно слушать, если ты куда-то идешь, и есть подкасты на разные темы, есть подкасты для родителей, есть подкасты про финансы, есть подкасты новости, есть подкасты про книги, про фильмы, про сериалы, вот про все, что угодно, и рассказывают их очень простым языком, ну, сравнительно простым. Про кино я не смогла слушать, там очень много терминологий, очень много фамилий неизвестных для меня, поэтому… Но про финансы я там послушала. Следующее приложение… Ой, следующее приложение – это Митап. И Митап – это, наверное, одно из моих самых любимых приложений, которым я просто пользуюсь здесь. Не очень часто, но пользуюсь. Итак, что такое Митап? Например, вы приехали вдруг в город, и у вас нет друзей, но вам хочется пойти в ресторан с кем-то, кроме там своей второй половинки, или у вас нет второй половинки. Тогда вот в этом Митап вы туда заходите, и вот в этом Митап люди, они основывают группы по интересам. То есть есть, например, группы для девушек от 20 до 30 лет. И то есть те девушки там 20-30 лет, они все идут в эту группу, и они встречаются там за, допустим, на ужин, и вот они там обсуждают разные темы любые. Или есть группа интересов там по фотографии, или группа интересов по йога, например, тоже. Йога или спортивные мероприятия какие-то. И вот это предложение мне нравится, то, что такой способ знакомства с новыми людьми по теме, потому что, ну вот непонятно, да, как вообще, как находить друзей, когда ты приезжаешь в другой город. Но ты идешь на языковые курсы, ты встречаешь на языковых курсах людей, ты можешь встретить русскоговорящих людей, но вот конкретно именно англичан это сложно встретить, если это не чьи-то друзья, которые, ну там, твоего молодого человека. Ну а что, если нет его? Тогда как? Так, вот такой вот метап. Но еще люди в Тиндере встречаются, но я как-то думаю, в Тиндере заводить аккаунт, чтобы находить друзей, это как-то стрёмно. Ну для меня. Так, у меня есть приложение также MyBook. MyBook это тоже супер классное приложение, которым я пользуюсь, но оно русское. Но оно русское. Оно русское. И там есть аудиокниги, и я на них просто подсела. То есть я постоянно, когда хожу по городу, или когда я иду на учебу, или когда я хожу на пробежку, я просто слушаю аудиокниги. И ты можешь их... Их можно ускорить в одном приложении, то есть сделать скорость не один там, не обычную скорость, а ускорить. Тогда намного быстрее ты все читаешь, намного быстрее. И мне вот это нравится, то, что я могу усваивать информацию, когда я там, не знаю, куда-то иду. Ну вообще класс. Потому что раньше я только слушала музыку, и это, конечно, бесит там, знаете, полтора часа с утра, пока ты едешь куда-то, тупо слушать там разные песни. А вот слушать книги мне больше нравится, то есть мне больше импонирует. Так, что еще? А, и последнее приложение, два последних приложения, три последних приложения, про которые я поговорю, сейчас только что увидела. Первое это Stage Coach. Здесь, короче, есть такая проблема с транспортом в маленьком городе, то, что есть расписание, но автобусы, они не ходят по расписанию, поэтому фиг ты их по расписанию встретишь. Я не знаю, почему так, но вот часть автобусов ходит по расписанию, но вот те, которые у меня прямо рядом с домом, они не ходят по расписанию вообще. И раньше мне это дико бесило, то есть ты выходишь, ты там встаешь по расписанию, ждешь автобуса, а его нету. Пять минут нет, десять минут нет, потом он появляется сразу там, не знаю, два автобуса проходит. Ты думаешь, ёпт, твоя налево, что за херня? И вот с этим Stage Coach ты можешь легко, можно легко отслеживать, какие автобусы в какое время ходят, когда они будут на этой остановке. И намного мне облегчило эту жизнь. Классно. Значит, следующее приложение называется TransferWise. Оно для перевода денег, но оно для перевода денег не только из Великобритании, если в любой другой стране ты находишься, то есть это достаточно легкий, быстрый способ с минимальной комиссией перевести деньги из одного счета, из одной валюты в другую. Я не знаю конкретно про разные страны, как это работает. Ну, во-первых, у меня курс, то есть фунт 1 рубль 15 минут. Ладно. Так вот, у меня курс получается 1 фунт, это 100 рублей, то есть вообще классный курс по сравнению, не знаю, с другими банками, которые я смотрела. И комиссия там составляет, ну, я не знаю, ты переводишь, например, 200 фунтов, у тебя комиссия будет, ну, 3 фунта. Ну, это вообще смешно по сравнению с другими. То, что я смотрела, я думаю, это вообще класс. Поэтому TransferWise. И если там можно заказать еще карту, она будет стоить 5 фунтов в месяц, и за вот эту карту ты, то есть ты из нее платишь 5 фунтов, но уже все у тебя переводы, они без комиссии. Ну, мне просто не особо так удобно, я не так много денег перевожу. Так, и последнее приложение, которое у меня в списке топ-топ-топ-топ, это новое приложение, я его недавно открыла, называется Vinted. И, то есть, суть в том, что это типа как онлайн-магазин одежды, ну, то есть не новая одежда, а онлайн-магазин одежды second hand. То есть ты, получается, там, не знаю, носишь свитер, ты хочешь его, ну, там, не знаю, продать, и ты просто меньше, чем за 5 минут ты делаешь фотографии, пишешь описание и выкладываешь. И все. То есть по сравнению с тем же самым eBay здесь или Facebook маркетом, это настолько простое приложение, которое позволяет быстро тебе купить какую-то вещь дешево. И, ну, в любом... Ну, я имею в виду, ты можешь найти реально классные вещи новые от брендовых дизайнеров, но намного ниже по цене. Ну, там, не знаю, не за 10 тысяч, допустим, рублей, а за, там, 2-3 тысячи. Но, как правило, очень много одежды масс-маркета, естественно, которая перепродается. Так что тоже, если нужно, там, не знаю, ну, не обновить гардероб, ну, а купить, там, какую-то вещь, не знаю, там, на месяц. Пошел, купил, а потом отнес в чарти-шоп. Мне очень это импонирует, вот это приложение. Ну, а я, не знаю, для меня, мне что нравится, что там можно найти разные вещи, которые винтажные или неизвестны дизайнеров. И вот я подписалась на девочку, она из Кореи, и она, например, выставляет вещи, которые корейских дизайнеров, ну, вообще класс, там, такие вещи, знаете, ну, интересные, то есть они выглядят качественно, они выглядят, они выглядят нетипично для английской среды. Ну, то есть они прям не такие же, а что-то в них есть такое прям, не знаю, экстра. Ну, получилось у меня какое-то долгое видео сегодня, поэтому я буду заканчивать. Пока-пока! А, кстати, забыла сказать перед тем, как попрощаться. Если у вас останутся вопросы, пишите, делитесь своими приложениями, мне будет очень интересно увидеть ваше приложение, и в комментариях я оставлю название приложения, которое есть на моем телефоне. А теперь точно, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok